На обезжиренный шрот уже поступает у нас на склады. Мы делаем два вида шрота. Первый шрот – это тестированный. Он может быть как для пищевого назначения, это производство муки соевой, а так может быть как на кормовые цели. Маслоэкстракционный завод «Резидент Тор Белогорск» был создан в апреле 2015-го. Сегодня на предприятии перерабатывают 800 тонн сои в сутки. Здесь выпускают кормовой шрот, лицетин, соевое масло. Продукция востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках. В планах предприятия запуск второй очереди завода. А сейчас строительство практически завершено. В тестовом режиме ее запустят уже в декабре. А ввести в эксплуатацию должны в первом квартале 2020-го. После этого амурское предприятие станет единственным в России, где будут выпускать соевый изолят. Джамбулат Хатуов отметил высокий технологический уровень амурского. А также назвал маслоэкстракционный завод долгосрочным игроком, который достойно будет представлять Россию на азиатском рынке. Мы находимся в одном из ведущих предприятий переработки сои страны, не только Дальневосточного федерального округа. И здесь отмечаем, что те инструменты развития, которые сегодня уже предприятие использовало, позволяют им модернизироваться. И они для себя ставят задачу расширения экспортного потенциала. Очень правильно, что сегодня по инициативе губернатора программа развития и переработки сои в регионе, она выстраивается по всем направлениям. Поэтому мы поддерживаем инициативу региона в этой части и для себя понимаем, что так называемые льготные кредиты для кредитования аграриев через переработку – это правильная политика, которая проводится. Василий Орлов, в свою очередь, отметил, во время этого визита обсуждались также те меры поддержки, которые необходимо оказать предприятию. Глава региона озвучил ряд основных моментов. Нам нужно работать над удешевлением продукции. Для этого нам надо, и в Минсельхозе есть поддержка по этому поводу, нам необходимо работать над субсидированными кредитами для этого предприятия. Но нам принципиально, конечно, очень важен рынок сбыта. Если мы по логистике сегодня неконкурентоспособны в западной части страны, потому что очень длинное плечо, высокие транспортные расходы, следовательно, нам нужно более внимательно посмотреть на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Это не только Китай, монопольный рынок, но и рынки Южной Кореи, рынки Японии. Работа в этом направлении уже идет. Так, в Преамурье для переговоров по сотрудничеству приехал руководитель южнокорейской компании «Лотте». То есть мы пытаемся рынки диверсифицировать. Здесь от Минсельхоза и от Минтранса, в первую очередь, России, хотелось бы увидеть субсидированное транспортное плечо, субсидированный железнодорожный тариф для готовой продукции, которая идет до портов Дальневосточного региона. Эта тема поднималась на площадке Дмитрия Анатольевича Медведева, Алексея Васильевича Гордеева. И, соответственно, надеюсь, что мы реально эту тему воплотим в жизнь. Это позволит нашу продукцию этого предприятия, в частности, сделать конкурентоспособной, ну и, соответственно, достойно представить наш регион и страну на мировых рынках. В этот же день в Дальгау состоялось областное совещание, которое было посвящено стратегии развития агропромышленного комплекса «Приамурья» до 2024 года. Проект представил министр сельского хозяйства области Олег Турков. Он рассказал о том, что уже сделано в отрасли и какие планы на будущее. В частности, на совещании были озвучены прогнозы в соответствии со стратегией развития. Например, будет увеличен объем пашни на 170 тысяч гектаров. Это сделают за счет неиспользуемых земель. Особое внимание уделят соблюдению чередования культур в севообороте. Производство зерновых культур вырастет в три раза, сои – в два раза. В животноводстве будет значительно увеличено производство молока и мяса. Продолжится поддержка фермеров в развитии кооперации. Чтобы воплотить все планы в жизнь, нужны финансовые вливания. Причем как на региональном, так и на федеральном уровне. В свою очередь, Джамбулат Хатуов отметил, по результатам поездки по сельхозпредприятиям при Амуре уже можно выделить основные меры поддержки, в которых нуждаются амурские сельхозтоваропроизводители. С 2020 года предусматривается в рамках единой субсидии компенсационная часть и стимулирующая. Это позволяет региональным властям дополнительно стимулировать отдельные отрасли сельскохозяйственного производства в виде мер господдержки. Это первое. Второе. В следующем году государство выделяет 1 миллиард рублей для возмещения затрат, понесенных аграриями, при раскислении почвы. Для вашей региона это принципиальная позиция, то есть агрария вашего региона будет получать 50% понесенных затрат, которые они будут нести по повышению плодородия почвы. Еще одна мера поддержки – программа Роса Агролейзинга. Она позволяет приобретать новую сельхозтехнику на доступных условиях. Замминистра рассказал, что в ближайшие пять лет состоится модернизация всего сельскохозяйственного парка Приамурья. Также в списке объем кредитования, чтобы предприятия могли полноценно вести свою деятельность.